Мы построили в 2022 году два моста Нижнелинская Тунзиани, Благовещенская и Хэ. Они тоже являются новыми коридорами сотрудничества. Далее у нас стоят новые задачи по развитию Восточного полигона железных дорог. Он уже сегодня не справляется с теми объемами, которые мы хотели бы перевозить. Но это не все, потому что кроме экономики есть и просто дружба между нашими странами, есть масса туристических поездок. Могу вам сказать, что по прогнозам, вот этот 2023 год мы закончим с десятикратным увеличением роста туристов по отношению к 2022. И тоже здесь есть о чем сказать, потому что в целом ряде территорий Дальнего Востока сейчас создаются новые туристические объекты, кластеры, создаются инфраструктуры для туризма. Потому что человек, который приедет, он должен иметь хорошие условия для размещения, для питания. Сегодня целые комплексы объектов, гостиниц, баз строятся вокруг Байкала. На Сахалине строится новая горнолыжная трасса, такая отвечающая довольно высоким требованиям. На Камчатке строится целый кластер для развития туризма. Можно довольно долго перечислять, но мне кажется, что вот это общение туристическое, оно тоже имеет очень большую ценность для нашей страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!